Друзья, здравствуйте! Канал эстетической красоты, психологического здоровья снова с вами в эфире. Сегодня наше видео будет посвящено всем массажистам, которые работают по телу, но не работают по лицу. И сразу бы хотела задать вопрос. Задумывались ли вы, чтобы расширить сферу своих услуг, облегчить себе труд и зарабатывать больше, прикладывая меньше усилий? Я всех призываю, кто еще не обучился массажу лица, задуматься об этом, потому что действительно эта процедура очень востребованная. И даже когда вы занимаетесь массажем тела, вы можете клиента положить в обертывание и в этот момент предложить ему дополнительную услугу массаж лица. Не требует она таких физических усилий, как массаж тела, как антицеллюлитный массаж. По стоимости такая же, в принципе, что сделать массаж спины у меня стоит, что сделать массаж лица. Полчаса спину делать – это один труд, полчаса делать лицо – это совершенно другое. Вы можете, я не знаю, медитировать во время массажа лица, засыпать, релакс, думать о чем-то своем, не напрягаться, не потеть, не капать потом на клиента, не думать, чтобы этого не произошло. То есть действительно это облегчает труд. И когда проходит много лет и работаешь в этой сфере, в сфере оказания массажных услуг, понимаешь, что это действительно тяжело. И пытаешься найти что-то новое, более легкое, не с такой нагрузкой на организм. Сегодня я, ну не забудьте про ваши ответы. Мы ждем этих ответов. Как вы вообще задумывались ли вы или нет. И как вы свою сферу деятельности расширяете, чтобы более легко зарабатывать, не вкладывая так много сил. Ну и сегодня я покажу быстрый такой экспресс уход вместе с массажем лица. Обычно клиенты после массажа лица, даже без ухода, но с уходом тем более, они видят результат, что такое лицо все натянутое, разглаженное. Все это быстро происходит. У нас снова модель Итери. Спасибо за отзывы, за предложение ей. Я тоже слышала, что Даша вот пересылает ей ваши предложения. То есть квартиры в ипотеку не подойдут, только когда ипотеку выплатите. Ну то есть богатые грузины с квартирами в Сочи без ипотеки. То есть Итери, она будет рассматривать ваши предложения. Ну а сейчас массаж лица. Это все шутки. Да, шутки-прибалутки, но без них не так весело. Клиенты умываем, оказываем несильное давление. То есть клиент знакомится с руками мастера. Такие нежные движения. Легкие. Легкие, но в то же время должна, должен ощущать клиента руку мастера. Не только пальчики, но и полностью ладонь. Если есть макияж, если есть тушь, этим средством легко удалять. Просто проводим по ресничкам, даже если она попадет в глаза, щипать не будет. Так волосы надо в нужном, должном виде сохранить. Ну нанесли и можно уже полотенцами влажными, одноразовыми убираем. Спонжи мы не используем. Если спонжи мы используем, они тоже одноразовые, потому что спонжи, на них невозможно оказывать антибактериальное действие. В порах все равно все остается. Если мы работаем спонжами, мы их выкидываем, они одноразовые, либо просто отдаем клиенту в домашнее использование. Один спонж не подойдет использовать для нескольких клиентов. То есть это неправильно. Если придет Роспотребнадзор, будет большой штраф у салона. То есть мы умыли и наносим пилинг. Пилинг у нас сегодня будет абразивный. Называется он крем-скраб. Крем-скраб для чувствительной кожи. Почему крем-скраб? Потому что он не только будет удалять роговой слой эпидермиса абразивом, который состоит из диатомовых водорослей. Они отрицательно заряжены, сильный детокс оказывают. Но и крема, который будет мощно быстро увлажнять. Увлажняющий комплекс, который называется фукогель. Это биосахарид гумадин. Если смотреть в инчах и по составу, он увлажняет быстрее, чем гиалуроновая кислота в полтора раза. Это увлажняющий комплекс. Действует незамедлительно. То есть совсем легкий такой скраб. Его можно наносить уже лимфодренажными движениями от мочек ушей. Идем по боковой линии. Чувствуем напряжение мышц. То есть действительно это более легкий труд. Массаж лица. Я тоже начинала изначально с массажа лица. Потом я затянула массаж тела. И я вот чувствую действительно разницу. Что когда клиенты приходят на массаж лица, я думаю, о, супер, здорово. Можно отдохнуть. Можно отдохнуть. Особенно если там 2-3 массажа тела. Общих час, там 1.20. И потом там массаж лица. Я просто отдыхаю. Но в то же время я зарабатываю те же деньги. То есть если массаж лица у меня стоит 1800 в нашем салоне. Это для Москвы не очень дорого на самом деле. И массаж тела, точнее массаж спины стоит 1750. Одна и та же цена. Ну да, для массажа лица я потрачу больше времени на 10 минут. Потому что нужно клиента умыть. Но если это без ухода. Но все равно это не те силы. Поэтому я вас призываю еще раз. Задумайтесь о том, чтобы как-то облегчать свой труд. Разнообразить его. Труднее, конечно, косметологам или тем, кто делал только массаж лица. Потом перейти на массаж тела. Вот здесь, конечно, в эти моменты для них начинается ад адский. Потому что им очень тяжело. Они думают, как же так вот массаж лица. Или люди, которые тоже выполняют массаж лица. Но определенной техникой такой релакс или больше классика. И когда показываем массаж, что с проработкой шейно-воротниковой зоны массаж лица начинается, чтобы освободить лимфу. Чтобы устранить отечность, если она есть. И затылочные бугры я прорабатываю. Это тоже очень тяжело. И болят руки даже после массажа лица. Экономим тоник. Экономим тоник. Иногда использую два клика тоника. Но можно использовать один клик. То есть один клик. Этого достаточно. И протираем лицо. И потом наносим массажное средство или маску, по которой можно делать массаж. Сегодня мы будем маску использовать. Вся продукция у нас на Виталь. Профессиональные косметологи могут ее приобрести по ценам для косметологов. Выслать нам паспорт и диплом. И мы курьером вам уже высылаем заказ. Цены такие топовые. Именно для косметологов. А кто хочет приобрести ее в домашний уход, уже у нас скоро будет интернет-магазин. Но пока можно по ссылке зайти, да, Даш? Да. Посмотреть. Косметологам тоже можно оставлять, но там для них, конечно, немножко другие условия после того, как они будут предъявлять документы. Маски немного используются. Здесь где-то миллилитров 6, может быть 7. Что за маска? Маска увлажняющая. Очень хорошо использовать после процедур биоревитализации. Прям сразу она успокаивает. Никаких воспалительных элементов она не вызывает. Там алоэ вера, молочная кислота, карнозин, фукогель, бисоболол. То есть она успокаивающая, антибактериальная. И плюс сильно, мощно увлажняет. То есть там бетаин, увлажняющий комплекс фукогель, который мощнее увлажняет, чем гиалуроновая кислота. И молочная кислота, которая тоже мощно увлажняет. После биоревитализации тоже она круто работает. Даже кто работает просто на инъекциях, она может пощипывать первые 2-3 минуты. Это нормально. Ну и начинаем с проработки точек. Достаточно сильно я оказываю давление. Да, Этери чувствуется приятно. За ушами такие здесь есть у нас впадины, их чувствуется. Делаю 2-3 круга и потом уже нахожу точку. И оказываю давление. Просто если просто проходить по точкам, это, конечно, неприятно будет клиенту. Еще хотела сказать. Наверняка, когда клиенты к вам приходят, они спрашивают. Ну я уверена, что таких клиентов было много. Кто делает массаж тела, они спрашивают там, вот вы делаете массаж лица. То есть, представляете, сколько было потеряно клиентов. Это для тех, кто не делает массаж лица. Обычно такие вопросы задают массажистам. Кстати, косметологам такие вопросы редко задают. Кто делает массаж лица, их не спрашивают. А делаете ли вы массаж тела? Ну такого я не встречала. А вот наоборот, да, таких вариантов множество. Живот урчит у меня. Этого бы никто не услышал. Да, я чувствую. Проработали немножко лицо. И приступаем к массажу шейно-воротниковой зоны. Берем гель, чтобы не использовать маску. Такой гель у нас. Он инновационный. Здесь частички масла жужуба. Они твердые. Ощущение, как пилинг. Все равно клиент будет чувствовать. Но они тают на лице. И вот эти вот мелкие-мелкие частички, они тают. Но сначала чувствуется, как будто вот абразив какой-то, как пилинг. Масло жужуба. И там заключены витамины А и С. Вот в этих маленьких сферах. Витамин Е находится в геле. Потому что он мощный антиоксидант. И окислению не подвержен при контакте с воздухом. Таких гелей на самом деле очень мало. Я знаю всего два производителя. То есть, которые на рынке в России. Если массаж полчаса, то на бок клиента я не прошу повернуть голову. Если 40 минут, то прорабатываю более тщательно. Зону лопаток. Обнимаем лопатки. Трапцевидные мышцы прорабатываем. Здесь, конечно, в этих движениях пригодится сила, которая наработана годами. У массажистов, работающих по телу. Трапцевидные мышцы прорабатываем. 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 Затылочные бугры, здесь можно зону за ушами проработать. Можем сделать небольшую паузу, я хочу самсу, массаж, какие желания вызывает, сейчас мой начнет вурчать, самсу хорошее только. Это не грузинское блюдо? Узбекское. Тут даже на грузинские только есть блюда. Ну, хотеть-то я могу самсу. Бородок опускаем, не помогаем мне, вверх не тянемся. Стараемся акцент делать на выдохе, чтобы мышцы расслаблялись. Стол поднимаем. То есть проработали шейно-боротниковую зону. Запустили лимфу, теперь можно приступать к массажу лица. Начинаем с глаз. Это оказывает такой нейроседативный эффект, когда начинаешь с глаз. То есть как бы закрываем глазки клиенту. Отгораживаем его от внешнего мира, успокаиваем, даем отдыхать. И заканчиваем. На козелке тоже прижимаем его, как бы закрываем в ушную раковину. Более глубокая проработка. Съезжаем со спинки носа, оказываем давление и продолжаем движение. Соскальзываем. В точке останавливаемся, где мы чувствуем наибольшее напряжение. Это очень хорошо убирает отечность в переорбитальной области. И с другой стороны тоже движение. Можно больше повторять по времени. Больше раз и дольше. раз и дольше. Чувствительные, да, эти зоны? Себестоимость такой процедуры можно сказать? Для профессиональных косметологов себестоимость такой процедуры 300 рублей, то есть это входит пилинг, маска, крем, массажное средство и шикарная косметика премиум класса, профессиональная, которая в аптеках, естественно, в магазинах не продается, дает потрясающие результаты и в домашнем уходе, когда мы домой клиенту продаем. Если мы добавляем какие-то сыворотки, коллагеновые листы, альгинатные маски, конечно, стоимость процедуры увеличивается. Это самая минимальная себестоимость. поросенок, такое движение, тоже в местах наибольшего напряжения держим, точки и лимфодренаж по боковой части шеи, от середины скулы, под углом 45 градусов, создаем такое напряжение, достаточно сильное воздействие. у кого глаза страдают от отеков, периорбитальная область, то есть такое движение очень полезно будет. дает сразу результат, как клиент встает с массажного стола, результат уже будет виден. чем сильнее отек, тем ярче будет результат, то есть отек быстро уходит. мышцы опускающие бровь прорабатываем, здесь места выхода нервов, вот они, такие углубления, их можно с легкостью найти. Опять создаем напряжение сильное, воздействуем на точку и делаем лимфодренаж, и с другой стороны то же самое повторяем, придерживаем голову, потому что движения достаточно глубокие, фиксируем клиента, чувствительно движения здесь. Опять же массажисты, как облегчают себе работу, они начинают использовать всякие массажеры, всякие приспособления, это здорово конечно тоже, но опять же возвращаясь к тому, что можно и разнообразить свою сферу, обучившись массажем по лицу. Скоро у нас будет массаж камнями, на следующей неделе мы снимем, наконец-то, я его очень люблю, не было у нас камней, теперь они появятся и можно будет снимать и контрастную, контрастный стоун массаж и просто базальтовыми горячими камнями. Это очень приятная процедура, такая энергетическая расстановка камней по чакрам, проработка руками, проработка камнями, воздействие на точки горячими камнями. Также этот массаж можно делать камнями по лицу, но в методике массажа камнями по лицу мы обязательно должны будем использовать холодные мраморные камни для улучшения тока лимфы, то есть чередование горячих холодных камней. То есть тоже такая интересная у нас есть задумка с Дарией. Можем теплом и подниматься во мне раскладки камней, чтобы мнеendes не сверкать пальцами. Как комнат付ка накопи камней на меня и почувствована меня предполагаю, сколько см kimse 项,. А Jak зажame на Bazação и Брия и Дарией. Hollа, а я готов. Тbilция прочитала velка на него пояснаяата Ведем к уху, к мочке уха под скулой, попеременные движения, задействуем круговую мышцу рта, формируем валик и опять же ведем к мочке. Открыли вк нос и вниз, формируем валик. Большими пальцами придерживаем мышцы, ткань, чтобы не формировать заломы в области вокруг глаз. Я чувствую много очень геля, можно его немного убрать, чтобы мне нужно будет более глубоко формировать складку. Сейчас мы тебе сделаем массаж и к твоим запросам нужно будет еще добавить кое-что. Ты сейчас будешь уже молодая, красивая, нужно будет уже не только обеспеченного грузина с квартиры в Сочи, но уже и молодого. Находясь в одном положении неудобно работать, то есть я, получается, стул на колесах, это очень помогает. Я перемещаюсь и уже под определенным углом делаю движение. Это, на самом деле, облегчает работу, мне нужно как-то неудобно изгибаться. Так же, как и стойка при массаже тела очень важна. Так же и здесь положение мастера по отношению к лицу клиента тоже важно, чтобы было удобно, это самое важное. Удобство мастера, получение эффекта незамедлительного, все же клиенты хотят незамедлительного эффекта встать, увидеть, поразиться и потом записываться уже на комплекс процедур. До встречи. Продолжение следует... Вот это движение очень хорошо, у кого есть достаточно такой развитый подбородок, так скажем. Когда мы делаем это движение, стараемся не формировать такие вот заломы, морщинки вокруг глаз. То есть мы идем непосредственно к мочке уха. Такие подскакивающие движения в области круговой мышцы. Проходим под скулой. Больше можно времени этим движениям уделять. С усилием ведем к мочке уха. Здесь у нас пальчики легкие, свободные. Еще многие говорят, можно ли растянуть кожу лица массажем. На самом деле это огромный миф. Массажем нельзя кожу растянуть. Можно, если неграмотно делать массаж, не по массажным линиям, можно сформировать складки. Если делать курс неправильного массажа, неграмотного. Но если сделать один раз, то это все возвращается быстро в норму в течение двух часов. Но в зависимости еще от кожи, от возраста кожи. Кожа растягивается только от того, когда мы резко поправляемся. Она растягивается. То есть от того, что ее что-то распирает изнутри. Тогда она может растянуться. И потом, когда мы там худеем, кожа обвисает. Вот это и есть растяжение кожи. Но массажем ее... Я этот вопрос, ее не растянешь, очень долго изучала. И спрашивала, консультировалась у специалистов, у пластических хирургов. Узнавала, потому что мы часто ходим семинарами по разным клиникам, по салонам красоты. Мы общаемся с специалистами, знаем специалистов, которым можно доверять. В инете очень много информации. Но действительно, да, кожу растянуть нельзя. Я об этом знала, но вот действительно еще раз убедилась в том, что это такой миф. Упорно большой палец. Попеременно оказываем давление. Есть еще одно движение хорошее для больших подбородков. Но его можно и скребками гуаша делать, и камнями тоже. Можно вот и руками. Мы формируем валик и перетираем его. Формируем валик и перетираем. Есть еще похлопывающие движения по подбородку. Не всем клиентам они нравятся. Поэтому я их не делаю. Чувствительно, да, вот эти вот движения? Как будто такой защип происходит. Ну, это такой короткий массаж. А это движение как приятное, да? Релаксирующий, но все равно с большим давлением оказывается. Сравнивая с перетиранием валика на подбородке, конечно, это релакс. И еще раз делаем лимфодренаж. И энергетически уходим либо через руки, либо через голову. Все, друзья, не забудьте ответить на наш вопрос. Как вы свою деятельность можете разнообразить, чтобы с легкостью заработать больше денег, прикладывая меньше сил? И вообще задумывались ли вы о том, чтобы, если вы массажисты по телу, начать изучать массаж лица? То есть это более легкая процедура. Подписывайтесь, ставьте лайки. По ссылке ниже вы можете узнать, как пройти бесплатные семинары по инновационной косметике на Виталий. И как записаться на массаже лица. То есть либо в групповое обучение, либо на индивидуальное ко мне. Все, друзья, счастливо. Ставьте лайки. Пока.